OBD2 код неисправности техническое описание, перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе, что это обозначает? Этот общий код неисправности трансмиссии, двигателя, как правило, применяется к большинству двигателей с впрыском топлива, как бензиновых, так и дизельных, начиная с 2000 года, код применяется ко всем производителям, таким как Volvo, Ford, GMS, VW и т.д. Этот код строго касается того, что поступающий сигнал от датчика давления в топливной рампе FRP не соответствует тому, что подается на двигатель, это может быть механическая или электрическая неисправность, в зависимости от производителя автомобиля, типа топлива и топливной системы. Действия по устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя, типа системы давления в топливной рампе, а также типа датчика давления в топливной рампе и цвета провода Симптомы, симптомы кода двигателя P0194 могут включать, индикаторная лампа неисправности, MIL, горит, отсутствие власти, двигатель заводится, но не заводится Причины, потенциальные причины установки этого кода, высокое давление топлива, низкое давление топлива, поврежден датчик давления в топливной рампе FRP, чрезмерное сопротивление в цепи, вакуумные утечки, низкий или нет топлива, диагностические и ремонтные процедуры Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Кроме того, с этим конкретным кодом убедитесь, что у вас нет кодов, связанных с топливным насосом, давлением топлива, если у вас есть какие-либо другие коды, указывающие на проблему, связанную с топливным насосом, сначала выполните диагностику этого кода и не обращайте внимания на код P0194 Затем найдите датчик давления в топливной рампе на конкретном автомобиле, это может выглядеть примерно так, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите потертости, растирания, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик, разъедините разъемы и тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они корродированными, жаженными или, возможно, зеленого цвета по сравнению с обычным металлическим цветом, который вы, вероятно, Привыкли видеть, вы можете получить очиститель электрических контактов в любом магазине запчастей, если требуется очистка клемм, если это невозможно, найдите 91% спирта и легкую пластиковую щетку для очистки После этого дайте им высохнуть на воздухе, возьмите немного диэлектрического силиконового компаунда, те же самые материалы, которые они используют для розеток ламп и проводов свечей зажигания, и положите их там, где клеммы соприкасаются Затем убедитесь, что вакуумный шланг, соединяющий датчик с впускным коллектором, не протекает, если используется, визуально проверьте все соединения вакуумного шланга на датчике давления в топливной рампе и впускном коллекторе, заменить при необходимости Если у вас есть диагностический прибор, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, вернется ли этот код, если это не так, то, скорее всего, ваши проблемы связаны с соединениями Если код возвращается, нам нужно проверить датчик на механический датчик, сначала выключите ключ, затем подключите датчик давления топлива, затем подключите диагностические приборы и контролируйте давление топлива на диагностическом приборе Включите ключ и отметьте давление на манометре в зависимости от того, что считывает диагностический прибор Диагностические приборы и датчик должны находиться в пределах 5 фунтов на квадратный дюйм друг от друга Если все тесты пройдены до сих пор, и вы продолжаете получать код P0194, последнее, что нужно проверить, это соединение в PSM, разъедините разъемы и тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они корродированными, жаженными или, возможно, зеленого цвета по сравнению с обычным металлическим цветом, который вы, вероятно, привыкли видеть Перемешайте все соединения на датчике, RSM и любом другом связанном разъеме, чтобы проверить, нет ли ослабления, и найти причину неустойчивого состояния Если все тесты пройдены и вы все еще получаете код P0194, это, скорее всего, указывает на сбой PSM, рекомендуется сделать полный сброс от соединения аккумулятора, прежде чем можно будет оправдать любую замену PSM, датчик FRP, возможно, придется заменить также Внимание! На дизельных двигателях с топливной системой Common Rail, если есть подозрения на датчик давления в топливной рампе, вам может потребоваться, чтобы профессиональный техник установил датчик для вас Этот датчик может быть установлен отдельно или он может быть частью топливной рампы, в любом случае давление в топливной рампе этих дизельных двигателей на холостом ходу обычно составляет не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм, а под нагрузкой может значительно превышать 35000 фунтов на квадратный дюйм, при неправильной герметизации это давление топлива может разрезать кожу, а в дизельном топливе есть бактерии, которые могут вызвать заражение крови Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...